Рекламно-информационная программа Группный план Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии Михаила Кузьмина, генерального директора Фонда капитального ремонта Кировской области. Михаил Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Надо сказать, что стало такой традицией. Мы с вами встречаемся примерно раз в полгода, отчитываемся о работе Фонда капитального ремонта. И я думаю, что в этом есть большая наша миссия. Все-таки информировать жителей нужно самим, я имею в виду себя там просвещаться, по поводу всевозможных нюансов Фонда капитального ремонта. И вот на подходе новой 2019 год, который нам принесет кое-какие новшества в освещаемой сегодня сфере, но об этом чуть позже поговорим, все-таки предлагаю начать с основных итогов уходящего 2018 года. Итоги года в цифрах, суммы, количество домов, запланированных к ремонту в этом году. Давайте пройдемся именно по этому. Да, я хочу остановиться вообще. В целом расскажу еще и 2018 год. То есть за 4 года, а это 2015-2018 год, в области отремонтировано порядка 2000 домов. Это очень хороший результат. А для сравнения, во многих регионах эта цифра скромнее. А именно 536 крыш, 232 лифта, 360 фасадов, 442 фундамента, 167 подвалов и 1803 инженерных сетей. Что касается 2018 года, то сегодня уже принято 375 домов и 552 вида. До конца года эта цифра будет 564 дома или 831 вид работ. Уже большинство домов закончены. Сейчас идет оформление документов. Это тоже определенное время занимает. То есть работы непосредственно уже завершены? Да, вы об этом говорите. Осталось только документации. Да, 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 именно. И мы планируем выполнение до 75%. То есть для сравнения, за прошлый год это было 68%. То есть прогресс у нас есть. 68% от плана, соответственно, на конкретный год. Но мы планируем 75%. Я потом отдельно остановлюсь. Почему и как. Если вот конкретно в видах работы, это 831 вид работ. В том числе лифты 32, крыши 129 домов, фасады 84, подвалы 16, фундаменты 86 и 438 инженерных сетей. Кроме того, хочу остановиться, что мы за этот год, помимо плана этого года, еще отремонтировали 187 домов или 321 вид работ из планов прошлых лет. То есть я думаю, что если бы мы только план 2018 года делали, то мы бы больше выполнили. Но нам еще пришлось делать прошлые года наверстывать. Поэтому, а именно это 41 крыша, 96 лифтов, 13 фасадов, 12 фундаментов, 9 подалов, 216 инженерных сетей. Это вот мы завершали планы прошлых лет. Всего в 2018 году это 128 лифтов мы заменили в 42 домах. Ну и еще работа идет. Это что касается цифр. Что касается денег, то всего в этом году законтрактовано было на 1,2 миллиарда рублей. И на сегодня кассовые расходы около миллиарда рублей. Мы уже оплатили подрядчикам. 200 миллионов, вот они на подходе. Ну еще сейчас вот я назвал, что мы еще дома примем. 200-300 миллионов мы еще выплатим подрядчикам. В этом году или в начале следующего года. Поясните, пожалуйста, Михаил Ильич, за счет чего удается все-таки наращивать вот этот процент выполнения плана? Ну, наращивать... 68 было в прошлом году, в этом году 75 вы планируете уже? Ну, вы знаете, видите, что у нас произошла перезагрузка, то есть мы проанализировали предыдущие года. Да, не все хорошо складывается, но мы делаем работу над ошибками. У нас как команда и в области изменилась, так и команда в фонде изменилась. Команду какую вы имеете в виду? Поясните. Ну, я имею в виду, что в фонде у нас сменился руководитель, ряд сотрудников, новый заместитель работает. То есть вы о себе сейчас говорите. Я и в том числе о себе, то есть мы сделали работу над ошибками и она у нас обширная, то есть это и от планирования, и от краткосрочного плана. Например, такой значимый документ, разработан фондом, сейчас он будет проходить процедуру как бы принятия уже на уровне Кировской области, это техническая политика. Вот отсутствие этого документа, я хочу сказать, что такой документ, он только в трех субъектах есть, Россия, и очень хорошо, если мы его примем, он поможет нам реализовывать программу, а именно это некий свод правил. В чем суть, поясните, пожалуйста. Суть в том, что это техническая политика будет определять и именно в виде работ состав, то есть если это крыша, что конкретно мы делаем, то есть что делаем, что не делаем, какие применяем характеристики материалов, то есть какой утеплитель, какой материал для покрытия и так далее. Это вот всех видов работ касательно которые у нас в Кировской области ремонтируются в рамках программы капитального ремонта. Жизнь сама подтолкнула к необходимости такого нововведения. Жизнь подтолкнула, потому что на федеральном уровне нет такого пока документа, который бы четко определял какой состав работ при капремонте. Я знаю, этот документ разрабатывается, но сколько он еще будет разрабатываться, мы не знаем. А работать надо сейчас. Если есть соответственно возможность на уровне региона принять такой документ, мы его воспользуем. Этот механизм мы реализуем. Когда по срокам можем пояснить, он будет рассмотрен региональным правительством? Этот документ он разработан, готов, он у нас размещен на сайте фонда, с ним может ознакомиться любой житель, подрядная организация. Мы его аннексировали нашим подрядчикам, они его изучают, уже есть предложения от некоторых по совершенствованию. В ближайшее время, я думаю, или до конца года, или в первых числах, в середине января он будет принят. Надо понимать, что он во многом упростит работу, регламентирует по новым каким-то нюансам. Именно так. В том числе и ускорит весь процесс. Да, он ускорит и в первую очередь, я считаю, он упростит в чем, что и сами собственники будут знать, что у них должны сделать, а что не входит. То есть это исключит некое... Мы знаем ситуации, когда понятно, капремонт в дом приходит, и жителям хочется все там поменять. Ну и на сегодня сложно объяснить, что вот это входит, а это нет. То есть, ну, хочется все. Также проектным организациям при проектировании исключит тот принцип, что на одном доме так запроектировано, на другом доме по-другому и между жителями также возникает вопрос, а почему у них так, а у нас так? То есть там лучше, здесь хуже. Вот этим документом мы упростим. То есть некий стандарт введем в этом направлении. Да, пожалуй, сейчас задам тот вопрос, который озвучивал один из известных хировских общественников. Почему бы он говорил фонду капитального ремонта не создать внутри себя, да, некий отдел, который будет вот готовить, готовить технические задания, а не нанимать для этого дела сторонние организации. Вот то, что вы сказали, это можно рассчитывать как движение к этому, или это все-таки разные вещи и тут нужно разграничивать? Это разные вещи, но одно другое не исключает. Мы рассматривали вопрос собственными силами, но сегодня у нас недостаточно численности, чтобы заниматься этим вопросом. Кроме этого, требует членство в саморегулирующей организации по проектированию работ. Но сегодня понятно, что увеличение штатной численности, а мы содержим все за счет средств областного бюджета, это увеличение бюджетной субсидии. В данный момент нет такой возможности, поэтому, а учитывая, что предусмотрены проектные работы как один из видов капремонта, поэтому мы реализуем, привлекая контрагентам. Но в этом направлении мы также совершенствующим, я вот рассказал про техполитику, кроме этого, мы разработали новый проект договора с подрядчиками, техническое задание, то есть по многим видам работ и вот в 2019 году мы это все будем внедрять. Там в чем основные моменты, основные новшества? Более прозрачные, более понятные, что ли, правила? Мы, да, более регламентированы сроки, то есть мы слышим и обращения и жителей, и подрядчиков, ну, где-то нас критикуют, где-то обоснованно, где-то не обоснованно, но мы все это анализируем, все это принимаем, и вот как некий результат всего этого анализа мы разрабатываем, как считаем, ну, уже разработали, будем в ближайшее время его уже при размещении аукционов внедрять, это сроки, как начало работ, четко регламентированные, завязанные с графиками, так и приемка работ конкретное количество дней, также различные механизмы по приемке работ с точки зрения качества тут, но это не только к подрядчикам, выполняющим проектные работы, это к подрядчикам, выполняющим и ремонтные работы, и строительные контроли, то есть это вот всего касается, и мы надеемся, что это все позволит, во-первых, подрядчиков заставить выполнять работы в те сроки, которые мы устанавливаем, а сегодня эти сроки, они очень отдельными организациями нарушаются, и все это вызывает негодование как у собственников, так и у нас, ну и вообще как бы растет недоверие к ремонту, мы вот этими механизмами постараемся все эти риски сократить. Ну вот, простите, говоря, более регламентируем сроки, можно использовать слово более жесткие сроки будут установлены? Более жесткие и большая ответственность, но тем не менее мы уменьшаем размер штрафа, то есть сам размер за день просрочки, по этому поводу тоже мы проработали, как бы мы поняли, что вот сами штрафы, они подрядчиков сильно не пугают. Малоэффективно, да, в этом случае? малоэффективно, тут более действенная процедура расторжения договора, то есть если он работы не выполняет, то мы договор расторгаем, то есть такой механизм есть, но понятно, что он использовался редко, но наверное надо его чаще применять, но это я оговорюсь не ко всем подрядчикам, есть у нас добросовестные, есть такие, они в реестре, они участвуют, но тем не менее нарушают сроки, где-то злоупотребляют теми возможностями, которые предусмотрены для данных видов договора. позволяют себе по тем или иным причинам отклоняться от условий договора. Есть у нас постановление правительства Российской Федерации номер 615, в соответствии с которым именно и осуществляется отбор подрядчиков, это не 44 ФЗ, это вот отдельное постановление, в этом постановлении предусмотрена приостановка работ в связи допустим с дополнительными объемами, есть приостановка работ предусмотрена в связи с погодными условиями, то есть такое предусмотрено, но никак не прописано какие условия, в каких случаях, что это за погодные условия. То есть субъективный такой взгляд на эти вещи. Вот например в 18-м году, в конце 17-го года, мы наблюдали, что отдельные подрядчики злоупотребляли этим, то есть приносят справку был дождь, все. Откуда справку приносят? Из гидрометцентра. Да ладно. Ну понятно, город Киров в одном районе идет дождь, в другом дождя нет, а документ есть документы, что делать? Или допустим доп. работы. Мы вынуждены приостановить срок, в течение какого он должен эти дополнительные работы, то есть узаконить, смету пересогласовать. Они не были установлены. Сейчас мы это все регламентируем. Как и начало работ, устанавливаем конкретный срок на внесение изменений в документацию. И я думаю, все эти новшества позволят более эффективно реализовывать программу. Ну а все-таки тем самым не боитесь отпугнуть определенную часть подрядчиков? Или это на пользу пойдет? Пусть эти недобросовестные уйдут, сейчас они поймут, что не смогут справляться, и все. Отсоединяются. Я бы не сказал, что уйдут, не уйдут. Пусть, пожалуйста, работают, но как-то более добросовестно или более серьезно изменится отношение к выполнению работы, сроков. То есть как-то будут жестче эти рамки установлены. Что касается с участием подрядчиков, то сейчас у нас такой нет проблемы. То есть у нас каждый аукцион это по 5-7 заявок, то есть идет процедуры на понижение аукциона, то есть желающих много, потому что у нас предусмотрен аванс до 30%, поэтому учитывая, что сейчас работы не так много для строительных организаций, у нас очень высокое участие подрядных организаций. Возвращаясь к той цифре, которую вы озвучили, выполнение плана на конец этого года, 75% вы сказали, да? Ну да. Мы запланировали 75%, и я думаю, мы эту цифру выдержали. Да, если как раз сейчас немножко поподробнее остановиться на причинах, почему не стопроцентная достигаемость, вы уже сказали, я так понимаю, об этом, в том числе и вина подрядчиков. Да, естественно. Что еще? Ну вот по вине подрядчиков у нас просто, например, я простые цифры приведу. Есть две подрядные организации у нас, например, они законтрактовали от плана практически 30%, а выполнили на сегодня от этого тоже всего 30%. То есть, треть работ на себя взяли, и треть только сделали. И вот что с ними делать? Вот что с ними делать? Ну, естественно, они получают штрафы, мы применяем законные санкции, но, как я уже сказал, эта практика оказалась не совсем эффективной, поэтому мы вынуждены были дальше дорабатывать договор, техзадания, усовершенствовать в том числе техническая политика и другие меры. Еще какие факторы приводят к невыполнению? Еще факторы, но об этом, наверное, все знают, мы об этом не раз говорили, это допуск подрядчиков к общему имуществу для производства работ. На сегодня это очень больная тема. С вами в июне говорили. Она в основном касается инженерных систем, но мы наблюдали также были такие по фундаментам, по крышам где-то, но это редко, по фасадам, в основном это касается инженерных систем. На сегодня у нас есть механизм, есть порядок на установление недопуска, но тем не менее все это занимает время и в результате подрядчики из-за недопуска работы приостанавливают и сроки уходят. По этим причинам тоже у нас порядка 10-15% домов это не уложились в сроки. То есть при остановке по отдельным домам наша комиссия вообще выносила решение о невозможности вообще производить работы. То есть было и так. Всего таких домов у нас порядка 150, по которым нам были направлены во всей области были направлены уведомления о невозможности завершения работ в полном объеме или частично. Тут надо же понимать, что есть жители, которые согласны с тем, что нужно ремонтировать, и получается, что по вине каких-то недобросовестных соседей они не могут получить капитальный ремонт в те сроки, которые оговорены. Надо сказать, что есть такие дома, например, Ленина 61, где 100% доступ. И вот это произошло именно там по той причине, потому что там активный, нормальный, старший по дому, есть уполномоченное лицо с собственниками. Это тоже такая тема, которую мы на встречах, на семинарах с собственниками, с общественностью мы тоже озвучиваем. То есть сегодня в домах есть активные граждане, но в соответствии с требованием жилищного кодекса нету полномоченного общим собранием лица. И что бывает возникает? Что есть некая группа лиц, то есть в одном подъезде один активный, в другом подъезде другой активный, доходит до приемки работ, один говорит, мне нужно такое оборудование, второй говорит, мне такое оборудование нужно, почему поставьте мне другое оборудование. И в результате подрядчик вынужден дальше общаться, встречаться, уговаривать, искать варианты, время опять идет, объект мы принять не можем. Ну, недавно такой дом у нас мы рассматривали, даже показывали по телевидению, там был ремонт системы электроснабжения, и вот именно такая произошла ситуация. То есть когда собственники между собой не могли договориться, и в доме была председатель, но она не была уполномоченным лицом. То есть были другие собственники, которым не нравилось то, что согласовала она. И вот хотелось бы, чтобы все-таки жители, если они знают, что у них капремонт, они организовались, привели собрание, выбрали уполномоченное лицо, которому они доверяют, и которое будет уполномочено согласовывать, принимать, подписывать. Это единственный выход, другого больше нет, вы не видите. По закону иных процедур не предусмотрены. Должно быть уполномоченное лицо. Да, есть дома, где вообще невозможно собрание провести, но в этом случае там работает активный собственник. Но где это возможно, то есть я считаю, что собственники должны протоколом общего собрания установить такое лицо, которое будет участвовать в приемке согласования работ. Вот о важности информационной работы, вы же проводите фонд капитального ремонта, активно движется в этом направлении, регулярные встречи с собственниками, где вы разъясняете эти вещи, я видел на сайте капремонта, буквально 14 декабря проводилась встреча. Это важная часть вашей работы, безусловно. Активно откликаются жители? Ну, в последнее время очень активно стали отвлекаться. Есть какой-то рост интереса к этим вопросам? Рост интереса есть, и надо признать, что жители более организовываться стали, то есть начали понимать, ну вот про этот недопуск мы заговорили, потому что, ну, были реально случаи, когда, допустим, как вы сами говорите, один хочет, а рядом его окружают, им не нужен этот ремонт, и, естественно, один страдает от других. А что такое не поменять, ну, допустим, какой-то участок, которому уже 40-50 лет? Это в любой момент может произойти авария, протечка, может быть, ущерб имуществу, как личному, так и общему, и зачем это нужно? Лучше просто все решить, как говорят, на берегу, договориться, и я вообще не понимаю тех людей, которые не пускают для ремонта. Ну, ну, хорошо, сегодня у тебя не бежит, но пройдет два года, три, и все равно будет протечка. Зачем? Если сегодня это можно сделать за счет общего котла, за счет тех средств, которые собственники вносят ежемесячно. Что касается тарифа на капремонт, вообще известно, что с 2019 года у нас произойдет рост, если не ошибаюсь, рост не запланирован с 2020 года. Да, все верно? Ну, я сейчас поясню, на самом деле тем нормативным актом, который есть, такой рост был предусмотрен, но мы не стоим на месте, у нас есть как бы некая экономия, средств фонда капремонта, и в настоящий момент разработан проект постановления правительства Кировской области, который предусматривает в 2019 году не увеличивать, не увеличивать, оставить в размере текущего года. Когда это будет известно точно? Вырастет или не вырастет? Ну, я думаю, самое в ближайшее время. Вот сейчас, в середине декабря, видимо, самая работа сейчас идет. Проект разработан, и он сейчас обсуждается, будет согласовываться, но он уже есть. Им занимается Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области. И вы каким образом участвуете в этом процессе? Мы участвуем так. Чье предложение было не поднимать? Это совместное правительство Кировской области и фонда, потому что мы видим, если у нас есть накопленные средства, зачем нам еще увеличивать в данный момент? Ну, нет смысла. То есть, давайте мы сначала израсходуем то, что есть. На ваш взгляд, это логично, да? Так это логично, конечно. Ну, я должен еще сказать, что да, вот у нас эта экономия сложилась, но мы, опять же, проанализировали, эта экономия появилась не в 2018 году, эта экономия, та, которая появилась и сложилась в 2014, в 2015, в 2016 году, когда план выполнялся очень как бы медленно, цифры были скромные, и, естественно, вот это сдвигалось, вот эти масса домов, которые были запланированы, она сдвигалась, и, а сегодня, ну, вот я назвал цифру у нас законтрактованно, мы за 11 месяцев собрали 1 миллиард там, ну, около 1 миллиард 100 миллионов рублей, и вот мы уже израсходовали 1 миллиард, то есть, у нас уже выровнялось, то есть, сколько мы собираем, сколько мы расходуем, да, это если брать 2018 год, ну, а вот эта экономия сейчас у нас разработан механизм ее использования в завершающей стадии подготовка проекта постановления по внесению изменений в постановление правительства Киевской области 254-210, сейчас находится в прокуратуре на согласование, и когда будет согласовано и принято, у нас реально будет механизм, и мы будем использовать экономию, то есть, будут ремонтироваться дома, где это необходимо, где есть протокол собрания, где есть комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта, который проводит орган мест в самом праве, где есть эти документы, мы будем за счет экономии в более ранние сроки ремонтировать. продолжение через полторы минуты. Рекламно-информационная программа крупный план. Михаил Алексеевич, у меня вопросов еще много, просто смотрю, времени не так уж остается, мы обо всех уже новшествах 2019 года поговорили, или что-то важное еще забыли, про тариф сказали, про более регламентированные сроки там в том числе сказали, то, что вы готовите, что-то еще возможно стоит упомянуть. На предыдущей передаче говорили, что мы не стоим на месте за последнее время. Если вы знаете, мы добавили в программу новые виды ремонта. Да, в этом году, в 2018. Это узлы управления, это счетчики, и надо сказать, что в этом году уже у нас граждане воспользовались этой возможностью. Мы заменили 10 приборов погодного регулирования, это в 10 домах, и общедомовые счетики в 14 домах. Но это в основном спецсчета или собственники использовали зачет. Поясните, напомните, пожалуйста. По зачетам собственники собирают деньги, оформляют протокол общего собрания о необходимости в ранний срок, допустим, замены прибора, учета тепловых ресурсов. Собирают деньги, оформляют протоколом, нанимают подрядчика, то есть и все документы, которые я перечислил, плюс подтверждающие приемку работ и оплату подрядчику направляет фонд, мы их рассматриваем, оформляем распоряжением зачет, и эти суммы, которые заплатили собственники сейчас, они в квитанции отражаются как переплата. То есть какое-то время собственник не платит по квитанции, пока эта сумма не будет выбрана. Вне зависимости от того, напомните, в каком году капремон запланирован, вне зависимости, в 2025-30-30-30-30, я почему остановился на этих видов, тут затраты не очень большие, то есть это не крыша, Сколько, напомните, общедомовой? 30 тысяч? Больше, меньше? Ну, примерно 50 тысяч. 50-100 тысяч. Ну, если это касается узла управления, то это до миллиона. Ну, все зависит от величины дома и сколько собственники могут собрать. Но этот механизм сейчас работает. А начиная с 2020 года у нас все это планово будет. То есть программа будет сформирована, модель у нас уже разработана с учетом только комплексного ремонта. И если это инженерные системы, то они полностью все в один год ремонтируются, включая и приборы учета ресурсов, и узлы управления и так далее. Подробная информация по этому поводу вся есть, да, на сайте фонда капитального ремонта? Подробная информация мы анонсируем, она есть. И лично можете проконсультировать. Да, и мы лично можем проконсультировать. То есть напомню, что прием граждан я провожу каждый четверг с 13.00 до 16.00. То есть люди могут записаться. Ну, кроме этого, прием проводит также мой заместитель. Давайте еще немножко поговорим о домах, где проводился капремонт. Они так очень широко прозвучали в новостях. Это было в ноябре месяца этого года. Герсона 64. Куда пришли в том числе общественники и увидели такую устрашающую картину. Срезанные батареи отопления и так далее. Там другие адреса назывались вот с вашей стороны. Да, что предпринято и почему сложилась такая ситуация. Ну, тут немножко адрес другой. Карла Маркса. Ой, простите, да. Карла Маркса 45. Карла Маркса 45. Герсона 64. Да, мы собирались. Там проливты. Знаете, я хочу сказать, что это обычная рабочая ситуация. Ну, просто есть очень гиперактивные собственники, которые начинают везде писать. И, в принципе, на тот момент... А что делать нужно? Подрядчика, в первую очередь, нужно... Надо писать нам. Вам. В фонд капитального ремонта. Мы сталкиваемся с тем, что нам не приходит никаких обращений, никаких сигналов. А из социальных сетей мы видим там анонимно, пишут там о каких-то кошмарах. Которые, когда мы входим с проверкой, фактически... Ну, это обычная рабочая ситуация, которую мы решаем. То есть, в том числе и по тому дому, который вы назвали по системе отопления. То есть, подрядчик сделал все по проекту. Но те технические решения, которые принял проектировщик, они не понравились собственникам. И результатом мы встретились, обсудили. Все, приняли решение. Сейчас эти по двум подъездам, эти батареи из входного тамбура перенесены на второй этаж. Все. Этот вопрос был решен в течение двух недель. И, в принципе, мы все вопросы решаем оперативно, а таким образом. Были сообщения еще в СМИ, я помню, осенью тоже о срезанных трубах отопления. Вот-вот должен был начаться отопительный сезон, насколько помню. А радиаторов еще до сих пор не было. Это вот говорит о недобросовестности подрядчиков, опять же, о затягивании сроков. В той ситуации как раз была недобросовестность подрядчика, когда он все лето тянул, 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 а только в августе приступил к работам. Здесь именно недобросовестность подрядчика. На что ссылался? На погодные условия, о которых вы говорили? Ну, здесь я говорю, что ссылаются много, но мы анализируем все это. И затем, как бы, вот к этому приводят. Ну, в данный момент в этом доме это Карла Марса 98, ой, молодая гвардия 98. Там все работы проведены, но вот, к сожалению, из-за недобросовестности подрядчика сроки были нарушены. Это как раз вот то, что я рассказывал. Ну, и последний, наверное, вопрос. Если уже сосредоточиться на 2019-м годе, там план выполнения, процент выполнения вы какой прогнозируете уже себе? Ну, по 2019-му году мы поставили все проценты выполнения 100%. 100? 100. Сколько запланировали, сколько обговорили, столько и сделаем. И мы все силы, все способы настроены именно на такой результат. Я хочу сказать, что сегодня по 2019-му году мы уже почти на 100% законтрактовали проектные работы на 2019-й год. Уже 60% проектов готово на 2019-й год. И по ряду домов уже проведены аукционы и ведутся ремонтные работы. Порядка 100 домов. То есть мы не стоим на месте, как бы двигаемся вперед. Также планируем в первой половине 2019-го года уже начать работы по 2020-му году. То есть в конечном наша задача выйти на год опережения. То есть изменить ситуацию, переломить ее, когда мы не подтягиваем из прошлых лет, а когда наперед уже работаем. Наперед. Будем работать наперед, иначе нам просто никак не справиться. Желаю реализации ваших планов, безусловно. Ну и, конечно же, слушателей, жителей, собственников призываем к тому, чтобы более активно интересоваться и участвовать, и разбираться во всех нюансах, и участвовать в диалоге с фондом капитального ремонта, с подрядными организациями для того, чтобы действительно система работала и всех устраивала, как она работает. Спасибо, это Михаил. Вам спасибо. Уважаемые жители Кировской области, фонд капитального ремонта, я лично от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем в новом году позитива, хорошего настроения и удачи. Чтобы фонд капитального ремонта вас радовал, обжевал меньше критики. Мы постараемся на все ваши отзывы, на все ваши мысли реализовать это в реальных делах. Спасибо, Михаил Кузьмин, генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области. На этом наша беседа завершается. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Крупный план.